Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаево-Черкесия. С вами Светлана Шаганова и Руслан Паркмазов. Выжившие от коронавируса могут умереть от последствий этой коварной болезни. В это полезное утро мы поговорим о том, как продлить свою жизнь коронавирусу на зло. Начинаем, поехали. Редактор субтитров А.Семкин Поставки не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру Или приходите в офис Московский индустриальный банк. Руслан пошел встречать очень полезного гостя. К нам приехал, нет, прилетел из Берлина кардиохирург Тимирлан Эркенов. Он расскажет о том, чего ждать тем, кто пережил коронавирус. Переносимся в гостиную телеканала «Россия-1». Многие, те, кто выжили после коронавируса, опасаются, что у них кровь будет сгущаться, возникнут тромбы и возникнет внезапная смерть. И начинается бесконтрольное употребление клексана, употребление многих кроворазжижающих препаратов. Скажите, пожалуйста, насколько тромб опасен после коронавируса? И вот это бесконтрольное употребление лекарств не приведет ли к другим летальным последствиям? Тут нужно, Руслан, нужно обратить внимание на то, что тромбообразованию подвержены в основном пожилые люди. Это самое первое, что нужно знать о тромбе. Человек, который имеет активный образ жизни, у них, в принципе, тромбообразование... Пожилыми вы кого называете? Пожилыми старше 65 лет люди. По поводу бесконтрольного вливания антикоагулянтов. Это понятно, все хотят все риски снизить от инсультов, от инфаркта, от тромба. Но не нужно забывать о том, что антикоагулянты могут привести к внутреннему кровоощрению. А человек может это заметить? Даже врач может заметить в очень поздних стадиях. В этом и проблема, что если принимать антикоагулянты, клексан, в принципе, он не так опасен, как остальные. Вот, например, мне как врачу звонят, вот у нас такая-то терапия, как нам делать. И вот я им хочу сказать, вот этот антикоагулянт нужно вот такой дозировки, и только там месяц или еще, и мне начинают уже учить. Они не врачи, ни что говорят. А вот мы принимаем вот это, и горят огромную такую бычью дозу, которую они принимают. Я говорю, вы можете, и хотят больше там месяца. Я не знаю, кто это придумал, как это. Мой совет, конечно, только антикоагулянты назначать только врач и только по показаниям. Это нужно, конечно, лучше бы всего под контролем. Кагулограммы вообще-то делается. Вот, если нет... Ну, вот, вы просите, давайте вот сейчас перейдем к кагулограммам, тоже очень дорогой анализ. К анализам мы чуть позже придем. Ведь от тромба умереть же страшно людям. Как вообще это реально опасно? Вот вы говорите, там лица старше 65 лет больше подвержены. Но многие ведут такой образ жизни, что и в 30 лет они могут тромбироваться. Особенно, когда вот такое вот тело. Руслан, мы сейчас говорим об осложнении ковида. Да, да, да. Вот, ковид как такого огромных тромбов, о которых представлениями общества монстров не бывает. Они могут сделать микротромбы. И вот эти микротромбы могут привести к инфаркту, они могут привести к инсульту. А к чему-то еще другому, там, тромбомболии легочной артерии, или вот то, что вот может произойти, в принципе, в практике врача, это не очень частое явление. Вот, к этому ковид может приводить, конечно, ну, в процентах 2-3. Максимальный процент это только к инсульту и к инфаркту имеет отношение. И вот люди кликсанят, чтобы этого не случилось. И кликсанят, да, если только по показаниям врача. Зачем это делать в убойной дозе? Вот это первый вопрос. Во-вторых, если нет медицинского образования, что подталкивает людей это принимать? В интернете пишут? Ну, в интернете еще много чего пишут. Как говорится, этот интернетный фастфуд вообще не интересен. Да, врачу. Он имеет чуть-чуть другую литературу, по которой нужно и лечить. Правильно лечить. А честно скажите, если люди, например, ссылаются на интернет, вас как врач это бесит? Был у меня пациент, Руслан, который пытался это все делать через интернет. У него iPad был. Вот здесь вот это пишут, вот здесь вот это пишут. Вот, и меня не слушал бесконтрольный человек, абсолютно хотел управлять лечением. Он умер? Нет, он не умер. Просто мы ему дали понять, что на его же языке, интернетном, что к чему может привести его лечение, вот по этим брошюрам из интернета. Вот он сначала не понимал, потом мы ему привели другие примеры. Конечно, мне пришлось подключить профессора, чтобы он подошел, тоже разъяснил. Но было очень сложно с таким пациентом, потому что он считает, что он прав, он что-то знает. Но ведь таких сейчас же много стало. Сейчас таких много стало. Слава богу, кардиологические пациенты в основном люди пожилого возраста без iPad. Поэтому мы имеем какие-то положительные моменты от этого. Теперь про анализы. Вот смотрите, люди по полной программе кроворазрушающей применяют, боятся, что у них тромбы есть. Как вообще вот эту психику свою, связанную с тромбоэмболией, немножко вылечить, какими анализами? Дело в том, что и анализы дорогие. Вот минималка какая должна быть анализов, и как часто надо сдавать, чтобы паники не было? Ну, если вот структурированно найти, самое первое, что нужно людям сделать, это отказаться от приема первоантикоагулянтов. Второе, это витамины. Про витамины не надо забывать, что они вообще лекарственные средства. Это лекарство. И его тоже назначает врач. Все думают, что вот у нас авитаминоз. Ну, вот они думают, у нас авитаминоз. И они бесконтрольно вот эти все витамины пьют. Но есть же анализы, которые показывают, нужен человек этот витамин или нет. Если человек будет переупотреблять, то у него будет гипервитаминоз. То есть избыток. Это хуже. А некоторые витамины, это не хуже, они превращаются в яд в организме. А вот этот яд уже может привести к тромбу тому большому, о котором все и говорят. То есть подождите, а если бесконтрольно употреблять витамины, это может привести к большим монстрам тромбов? Нет, это приведет к гипервитаминозу, который приведет к яду. Яду, а яд приводит к тромбу. Который отравляет. Там нужно же рассматривать, какой витамин, какие осложнения. Но какие анализы минимальные надо сдать, чтобы это еще не дорого было? Минимально. Что нужно людям знать? Вот мой совет, лично мой, это нужно наблюдать сначала за собой. Первое. Нужно плавно выйти от постковидного синдрома. Что для этого нужно? Нужно обратить внимание, есть ли сонливость, утомляемость, одышка. Более физической нагрузки сердца, если более 5 минут, то я бы посоветовал сразу остановиться, принять положение сидячее, 90 градусов, чтобы была поднята верхняя часть тела, и принять нитроглицерин и аспирин и вызвать скорую помощь. Потому что никто не знает, к чему приведет эта боль в области сердца, давящая, сжимающая боль. Это могут быть те же самые микротромбы, которые могут привести к инфаркту или к тому же инсульту. Поэтому никаких резких движений. спокойно вызвать скорую помощь и подождать, пока их недообследуют, ЭКГ и еще что-нибудь, может, госпитализируют. Вот анализы, чтобы до этого состоять. Анализов, вот то, что я видел, люди ходят, самостоятельно сдают. Вот нам порекомендовали биохимический анализ, общий анализ крови, как гулограмму. Да, можно сдавать. Но это все денег стоит, правильно? Да. Вот, поэтому самый лучший медикамент, Руслан, это активный образ жизни, отдых, правильный сон, режим питания, сбалансированный. Если вот это все соблюдать, то, в принципе, никакие анализы не нужны, если нет явной патологии у человека. Если эта явная патология есть, уже анализы не спасут, в принципе. Поэтому, если есть симптоматика, те, которые я указал, лучше обратиться к специалисту. То есть не надо ночью в Инстаграме сидеть? Не нужно ждать у лаборатории и сдавать анализы. Все равно они не поймут, что там написано. Вот подождите, вот сейчас вы сказали, что здоровый сон должен быть. Вот люди по ночам сидят в Инстаграме. Если проводить аналогию. Ночью сидишь в Инстаграме, нарушается сон, у тебя начинаются проблемы со здоровьем, которые тоже приведут к тромбам. Так? Нет, нарушение сна к тромбам не приведут. Это вот сидящее положение, длительное, более трех, четырех. Но тоже сидишь в Инстаграме? В третий часов, если сидеть, то могут образоваться тромбы. Такие проблемы существуют. Это то же самое, что долгие перелеты самолетом, где рекомендуется, например, принимать хотя бы дозу аспирина. Многие наши сограждане в Карачаво-Черкесии, кроме того, что у них паника, что тромбы, закупорятся сосуды, они начинают говорить о том, что крыша чуть-чуть поехала. На память жалуются, особенно очень молодые. И как у вас там в Германии это все лечится? Как вообще это выявить и лечить? Не приведет ли это к тому, что потом, сейчас в 30 лет после коронавируса крыша чуть-чуть едет, а к 50 годам ты попадешь к убрань? Вот у нас, Руслан, я даже в Инстаграме выставлял у себя, было заключение немецких специалистов, когда вот в самом начале, помнишь, у нас даже интервью было с тобой, мы разговаривали про левофлоксацин, вот эти все препараты, которые там должны были помогать при коронавирусе и все. И вот они, когда уже рассмотрели вот эти медикаменты, их осложнения, я их всех перечислять не буду, и к нам пришло заключение, к врачам, то есть я получил на имейл почту свою, что прием определенных препаратов, которые были в самом начале якобы рекомендованы от ковида, они приводят к психическим отклонениям. И там же они пишут снизу, что мы должны пациентам объяснять, если у них есть какие-то нарушения сна, суицидальные наклонности или еще что-то, психические отклонения, то необходимо пройти лечение. То есть у психиатра записаться, и там уже он подберет, какое лечение подойдет, там все индивидуально. То есть подождите, после коронавируса может быть прямой путь к психиатру? Да, нет, он есть. 30% все имеют эти психические отклонения. У кого-то нарушение сна, у кого-то наоборот сонливость большая, это же все. Там происходит поражение в коре мозга. Поэтому процентов 30 имеют не только там сердечно-сосудистые заболевания, которые приводят к артериальному давлению, то есть ухудшению, да, сердечники будут только ухудшаться. То же самое и молодые могут получить тоже проблемы. И плюс психические отклонения не могут быть, они есть уже. Вот. И если у кого-то, кто-то замечает, ну у нас менталитет такой, что психиатры все как-то пытаются избегать. А все-таки, я думаю, с психиатрами нужно дружить. Вот после пандемии лучше обращаться к ним и попробовать лечиться. Вот. И с нарушениями сна, и с какими-то суицидальными наклонностями со всем этим нужно разбираться. Я не говорю, что это у всех, но процент 25-30 по Германии, я думаю, что в России или какой-то другой стране будет он ниже. И ни в коем случае никакого самолечения. Ну, от психиатрических отклонений какое самолечение может быть. Ну, я знаю, люди начинают всякие фини-буты принимать. Ну, это еще больше может усугубить ситуацию, если неправильная терапия подобрана, тем более в такой узкой специализации. То есть получается от такой терапии пушка в голове превратится в ясного сокола. Да, и ясный сокол же может еще и к привыканию привести эти таблетки, так что я бы рекомендовал все-таки специалиста. В принципе, у нас в республике есть, они хорошие специалисты. Есть. Я не обращался, но они есть. Нет, но если, допустим, люди спросят, а кого бы вы порекомендовали бы из психиатров? То есть у вас есть такие люди, а кого бы вы, со своей немецкой точки зрения, рекомендовали бы жителям Карачао-Черкесии? В республике их немного, их 3-4 человека. Вы их знаете? Я их знаю, и к ним можно обращаться. Ну все, если что, можно вам в личку писать. Можно написать, я им укажу, кому нужно подойти. Спасибо большое. Таким мы сделали это полезно утро. До новых волнующих встреч на телеканале «Россия-1». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова